Наши новости в прямом эфире ОНТ в студии Екатерина Тишкевич. Здравствуйте. Ужесточение требований со стороны людей и государства. На это президент настраивает управленцев. Александр Лукашенко сегодня принял ряд кадровых решений. Они касаются местной вертикали власти и менеджмента крупнейших промышленных предприятий. Власть в стране не должна расслабляться. По сути, это предостережение. На Беларуси оказывается беспрецедентное внешнее давление. Но скидок на это не делает ни президент, ни сами люди. Эффективность управления страной они зачастую оценивают по тому, как решены их проблемы. А потому мелочей быть не может. Даже если речь о ямах на дорогах, этот, казалось бы, неожиданный поворот станет примером того, как сообща можно решать любые задачи. Анна Пыш об управленческой мотивации. Этот кадровый день как бы намекает. Все-таки люди, которым удалось начать новую жизнь в понедельник, существуют. В президентском кабинете без пяти минут первый зампред Минского обл. исполкома и главы Березинского и Карелического районов. Говорить о предшественниках как-то не принято. Но президент поинтересуется. Вот тут-то и выяснится любопытное. Председатель одного из районов не выполнил поставленные задачи. Социально-экономические показатели снизились. Его уволили и решили перевезти из районного центра в областной. Так это что, повышение? Провалил дело. Не справился, раз показатели-то мягко сказано. И он идет помощником куда-то. К заместителю председателя области полкома, курирующего села. Ну понятно. Это как понимать? Если человек не справился с работой, провалил фактически. Да при нашем-то отношении. Если бы в советские времена, то сослали бы уже на Колыму. Ну так мягко говорим провалил. И мы его поднимаем в область. Так быть не должно. Люди именно так и оценят. Что нет? Скажут, да, вот тут вот такие, о, забрали в Гродно. Ну хорошо. Если этот человек там выложился так, что уже дальше некуда, заслужил это и прочее. Другое дело. Но я сомневаюсь в этом. Изучим дополнительные вопросы. Поэтому эти вопросы надо очень серьезно рассматривать. Чтобы здесь была определенная лилия и люди нас понимали. Так президент дает понять. Кадровое назначение неформальность. И даже один неэффективный менеджер за сотню километров от столицы может подорвать доверие к власти. Я просто хочу предупредить всех. Легко в этом году, естественно, не будет. Ну и в последующем тоже. Наши люди требуют порой от власти то, что власть делать не должна. Просто надо людям понимать, а вы должны до них донести, что мы непростое время живем. И дело не только в санкциях, хотя и в них тоже. Нас душат со всех сторон. И душат прилично. И то, что наши люди это не почувствовали, это заслуга в том числе власти. И людям надо рассказывать и объяснять, что то, что они должны сделать, они должны делать. За них никто не сделает. То, что власть должна сделать, это другое дело. Александр Лукашенко призывает к государственно-частному партнерству. Но чтобы это не воспринималось как пафос, объяснит все на максимально простом примере. Все кричат в Минске, ах, дворы, дворы плохие, канавы, ямы там и так далее. Это понятно. Мы это понимаем. Быть не должно. Но надо и понимать, для того, чтобы сделать в Минске одномоментно все дворы, что мы начали, конечно, делать. Никуда от этого не уйдешь. Надо понимать, что мы из какой-то деревни заберем деньги. Лишних денег не бывает. Им надо объяснять это. И прежде всего здесь, в Минске, что у нас море работы. Если в Минске хотят быстро все это сделать, вопрос в финансах, вопрос в деньгах. Хорошо, давайте объединимся. 2%, хотя бы 2% населения, которое живет в этих дворах и смотрит на неровности разные, и лужи, и канавы. Ну, а остальное 98% государства. И в чем власть они правильно упрекают? Надо организовать людей. Надо завести туда бетон и арматуру. Они положат арматуру и забетонируют себе эти дворы. Но это надо организовать. С приходом весны дорожная тема стала больной. Но если в Минске приходится объезжать ямы, то в деревнях порой не проехать, не пройти. Дорожно-эксплуатационное управление в районах. Они почти в каждом районе есть. Их же никто не отменял. Так вы их заставьте работать. Чтобы они не один раз где-то в мае месяце грейдером прошлись и выровняли дорогу. А делали это периодически. Вы им там из бюджета что-то отчисляете, перечисляете. А свои работы они за эти деньги не выполняют. Так зачем нам такие организации? Поэтому надо организовать людей. Если мы говорим, что у нас год качества, то год качества начинается со своего двора. Это можно экстраполировать и на другие темы. По сути, чтобы решить любую проблему, нужны либо деньги, либо эффективный менеджмент. Как вариант и то, и другое вместе. И власть, и деньги на местах в руках председателей райисполкомов. Поэтому, мужики, очень серьезно возьмите за наведение порядка. Заставляйте, учите, требуйте, чтобы люди сделали свои участки сами. Не понимают, значит он не обслуживает участок. Значит этот участок надо передать кому-то другому. Должно быть серьезное, жесткое отношение в этом плане. Там земельные, приусадебные и прочие участки не должны пустовать. Там не должно быть бурьяна. Деревня должна быть деревней, даже если там три человека живет. Все надо привести в порядок. В противном случае мы ни черта не сделаем за этот год. Но у вас март, апрель и к 9 мая все дороги должны быть восстановлены. Когда Александр Лукашенко говорит, что не терпит формализма, он в этом искренен. Для него год качества не лозунг, а руководство к действию. Назначение не строчка в трудовой, а доверие. Легко не будет. Требования будут только нарастать. Мы расслабились. Самое опасное, что мы расслабились. Если власть расслабилась, дни этой власти сочтены. Поэтому я хочу вас как-то раскрутить, как в народе говорят, и заставить выполнять свои обязанности. Будь это слава модного бизнес-коуча, за них пришлось бы заплатить кучу денег. Но Александр Лукашенко работает за идею, так что управленцев мотивируют бесплатно. Из кабинета они выйдут готовыми, кажется, на всё. Да, я не новичок Минской области. И ту работу, которую я проводил в сельском хозяйстве, и те успехи и неудачи, которые сегодня есть по Минской области, конечно, они в том числе и на моей, скажем так, совести. Поэтому ответственность очень большая. Но мы понимаем, куда мы идём. Область сегодня динамично развивается. Уже начаты полевые работы в более ранние сроки, чем в прошлом году. Это меня всегда радует, как специалиста сельского хозяйства. Это значит, что всё-таки мы в этом году получим лучшие результаты, чем были в прошлом. Конкретный набор задач у новых руководителей важнейших предприятий Белспецвнештехники, БелАЗа и Атланта, который за последние годы так расправил плечи на российском рынке, что когда в прошлом году туда неожиданно пришли конкуренты с более дешёвой техникой, спрос упал на 20%. Всё это ляжет на плечи Атланта отрасли, теперь уже бывшего заместителя министра промышленности. Вы мне честно скажите, Дмитрий, вы сами решили туда идти или вас просто выпихивают? – Ни в коем случае. Я начинал с завода, более 12 лет отработал на БелАЗе в своё время, поэтому это абсолютно осознанный выбор. – Я буду только рад, потому что когда я приезжаю сюда, выезжаю сюда, я смотрю на Атлан, и я ведь понимаю, что там проблемы есть, и люди недовольны некоторые, поэтому нам надо это предприятие сделать настоящим предприятием. – Ведь неплохие же холодильники, стиральные машины неплохие, но если кто-то демпингует, нам надо рынок защищать. – У нас хорошо показывают по качеству наши оба вида – и холодильники, и морозильники, и стиральные машины на реконю практически никаких нет. Ну, конечно, надо серьёзно поработать и над снижением цены, и над себестоимостью, потому что здесь в условиях конкуренции без этого просто невозможно. Обеспеченный покупатель выбирает сердцем, менее обеспеченный – кошельком. Так что, каким бы проверенным ни был бренд, встаёт вопрос, как снизить его цену. – С одной стороны, не идти в какие-то излишние элементы, которые, по сути, удорожают технику, но в то же время здесь очень тонкая грань. Нужно предложить продукт, который действительно нужен покупателю, высокое качество и широкий модельный ряд. Здесь мы имеем хорошее преимущество. – Куда менее драматична ситуация на Белазе. Хотя, если директора меняют, а в данном случае зам становится генеральным, значит, это кому-нибудь нужно. За последние годы продажи увеличились на 200%. И хоть в прошлом году продали почти тысячу карьерных самосфалов, рынок насыщается и сужается. – Падения не будет? – Пока идем на уровне 85%. Мы предпринимаем меры, чтобы к концу года сохранить темпы, которые были набраны предыдущие три. Заводы холдинга расширяют линейку выпускаемой техники, а самосфалы, которые на 70% состоят из белорусско-российских комплектующих, спускаются даже под землю. Техника уже прошла обкатку в шахтах и станет новинкой на российском рынке. Спасибо санкциям за это. – Считаю, это высокая оценка страны, западных конкурентов нашей компании, как компании, которая формирует экономическую безопасность нашей страны. Мы этим, наш весь коллектив горд этим. И мы, в принципе, с высоко поднятой головой все эти проблемы, которые нам были созданы, преодолели. Это уже точно. Так что работы у управленцев и этих, и тех, которых назначат в ближайшее время, будет в достатке. Требования становятся жестче, но ничего необычного в этом нет. Александр Лукашенко требователен и к себе, и к другим. Так что все честно. – Надо гайки, закручивайте гайки. Это ваше дело, но должен быть результат. Анна Пыш и Сергей Янковский. Наши новости ОНТ. Установить единые правила рассмотрения гражданских и экономических дел в судах. Также сегодня президент подписал кодекс гражданского судопроизводства. Определяется общее положение по рассмотрению соответствующих категорий дел. Закреплен ряд новаций. Это возможность применения электронных доказательств, институт коллективных исков, переход всех судов к пересмотру постановлений по трём инстанциям – апелляция, касация и надзор. Расширено использование внесудебных способов регулирования споров посредством медиации и переговоров примирительной процедуры. Кодекс вступит в действие с 26-го года. Чуть было не лишились рассудка всей страной. В одной из деревень Пуховичского района двое детей не дошли домой, а преодолеть нужно было 600 метров. Эта маленькая дистанция превратилась в настоящую полосу препятствий для сразу нескольких ведомств, волонтеров и просто неравнодушных со всей страны. Около 10 часов в 600 человек прочесывали и леса, и поля, и воду. Случилась одна из самых масштабных поисковых операций последнего времени в Беларуси. Андрей Александров. Маршрут построен. Я для тебя красивый целлофан упакую, как подарок будешь. Помаши ручкой нам. Это первые кадры успешно завершенной поисково-спасательной операции. Девочек обнимают как родных и заботливо по-матерински рассказывают, как они всех напугали. Тут и милиция, тут и МЧС. Кого тут только нет, ты себе не представляешь. Со всей Беларуси люди приехали. И с Баранович приехали, и с Луцка, с Солигорска приехали. И это не фигура речи. Валерию и Дарину искали более 600 человек. Спасатели, бойцы спецотряда «Зубр», милиция, включая ОМОН, военные лесники, работники железной дороги, поисково-спасательные отряды «Ангел» и «Сириус», волонтеры и просто неравнодушные люди. Последний раз сестер видели у бабушки. Дети шли прямиком по этой дороге. Они вышли из дома бабушки, который располагается за этой водонапорной башней. Прошли метров 300 и должны были свернуть налево, к дому отца. Но почему-то дети пошли прямиком в лес. Девочки пропали в седьмом часу вечера. Ни у бабушки, ни у отца. К темноте на ушах была уже вся страна. Поля, соседние поселки, железнодорожные пути, береговая линия Свислочи. Сотни человек прочесывали каждый метр, начиная с деревни. Дошли до дачных участков. Остался только лес. У кого есть тепловизор? В ход пошли квадроциклы. Коптеры с тепловизорами, более 50 единиц спецтехники. Вверх дном переворачивали все. Время убежало за полночь. Становилось холоднее. Поиски не прекращались ни на минуту. Был создан штаб, который организовал работу всех заинтересованных служб. И, соответственно, руководил всеми мероприятиями в рамках данной операции. Четкое взаимодействие всех этих служб позволили нам добиться результата. Пошли вглубь леса. Второе дыхание открылось после того, как нашли детскую шапочку. След верный. Воспряли духом. Быстро определились с квадратом поиска. Продолжили. Как вдруг в 3 часа, 18 минут утра, по рациям раздалось, нашли. Малышки уснули под деревом. Верочка! Люди даже практически уже многие отчаялись, искали. И тут новость, что нашли шапочку и начали подробно изучать этот квадрат. И вот нашли детей. Их быстренько разбудили сразу в карету скорой помощи. Много километров по извилистым лесным тропинкам в кромешной темноте. И ни капли страха. Таких храбрых девочек нужно еще поискать, как бы это ни звучало. Не страшно тебе в лесу было? Не страшно? Не видели вы там зайцев никаких, не видели? Не пугались? Нет. Все нормально? Я видел, что тебе бабка. Ой, а кто тут нас чекает? Малышка, как тебя зовут? Не помнишь? Она ела. А у меня пальчик. Тебе пальчик, она лезь взяли. Ну все, здоровенькие и слава богу. На девочках не царапины. Единственное, замерзли. Ручки, говорят, прятали в карманы. Так теплее. У них диагностировали общее переохлаждение. Сейчас с малышками все в порядке. Девочки были абсолютно спокойны. Им даже было в некотором роде интересно. Они все это воспринимали как игру. Персонал им дал много игрушек. Напоили сладким чаем. Дали шоколад. Девочки активно взаимодействуют, коммуницируют с другими детьми. Повторяя, жизнь и здоровье ничего их не угрожает. Они ждут возвращения домой. Наша съемочная группа пообщалась с отцом Валерией и Дарины. Сходу поблагодарил всех, кто искал его дочек. Очень большое благодарность, что мне помогали найти моих детей. Низкий поклон. Очень низкий, низкий поклон всем, что помогли мне найти моих девочек. Я так понял, у вас голос пропал. Пропал, да, я бегал, я орал. Я, первое, чем вызвать милицию, я бегал один, искал, пытался найти. У меня даже предположения не было, что они могли зайти в лес. Отец уверяет, дети и их в семье шестеро всегда под присмотром. Супруга сейчас в роддоме, ждут седьмого. Эта семья не состоит как социально опасная семья. Семья благополучная, многодетная, живут в своем доме. Дом находится в собственности, поэтому семья нормальная, которая любит своих детей. Конечно же, всех просим быть очень внимательными, ни в коем случае не оставлять своих детей. Почему девочки пошли в лес? Они всем говорят, что пошли туда искать мишку. То ли лесного зверя, то ли плюшевого медведя, то ли мальчика, с которым играли. Вопросы в этой истории еще остались. Но благо она со счастливым финалом. Андрей Александров, Виталий Мотин. Наши новости ОНТ. Беларусь своих не бросает. Эвакуация из Палестины, спасение дальнобойщиков из Украины. Теперь в этом списке вызволение белорусские с трудового рабства в Мьянме. Женщину удерживали на закрытой территории под охраной вооруженных людей. Некоторые подробности операции раскрыл посол Белоруссии во Вьетнаме. Комплекс мероприятий по ее освобождению проведен министерствами иностранных и внутренних дел, а также обороной Мьянмы. Благополучное разрешение ситуации было бы невозможным без активных действий наших почетных консульств в Бангкоке и Янгоне. Консультации с нашими казахстанскими и российскими коллегами. Основную благодарность хотел бы выразить руководству Ассоциации дружбы Мьянма Беларусь. Ситуация в Мьянме остается достаточно сложной. Поэтому призываю всех наших соотечественников быть ответственными и внимательными. Не принимайте скороповедительных решений и не гоните за длинным рублем. Также МИД призывает тщательно изучать предложения о трудоустройстве, что поступают из Юго-Восточной Азии. Проверить наличие фирмы лицензии и другую важную информацию можно в Департаменте по гражданству и миграции или на сайте МВД. О важнейших союзных проектах готовится новая миссия на МКС. Старт через 10 дней. В космос полетит и первая гражданка независимой Беларуси. Марина Василевская – основной кандидат, и ее дублер Анастасия Ленкова уже на Байконуре. Сегодня подготовку к полету обсуждали в Кремле. Владимир Путин принял главу Роскосмоса. Сейчас завершаются все комплексные испытания по подготовке экипажа. Экипаж из трех человек. Космонавт из нашей братской Беларусской республики. Марина Василевская, которая еще в декабре 2022 года прошла отбор из шести претендентов. Приступила к подготовке с августа прошлого года. Завершила, все экзамены сдала, готова к полету. Командир корабля Олег Новицкий. Он уже не новичок в космических полетах. И третий член экипажа – это американский астронавт в рамках перекрестных полетов Тресси Дайсен, который сменит на МКС отработавшую полгода Лора Охара. Ожидаем, что 21 марта космический корабль «Союз-25» доставит их на МКС. А будем ждать их на Земле уже 2 апреля. До форума региона в Беларуси и России чуть больше трех месяцев. В этом году сразу три наших города примут гостей. Подготовку Полоцка и Новополоцка обсудили со спикером Совета Республики Натальей Качановой. В двух городах встречи будут на семи локациях. Полоцкий госуниверситет, например, примет три дискуссионные площадки. Здесь обсудят международное сотрудничество, инновации в науке и региональные контакты. Как гостей встретить, разместить, продумать удобную логистику. Вопросов по организации много и решать их нужно и сейчас. Активно к подготовке подключат и студотряды. Одна из новых идей провести во время форума фестиваль для молодежи из городов-побратимов. Предстоит еще достаточно серьезно нам поработать, подготовку. Мы прекрасно понимаем о том, что мы ждем гостей и как всякие хорошие хозяева готовят не только саму программу, но и то, чтобы радовать глаз наших коллег. Мы уже сегодня формируем студенческие отряды, которые будут оказывать содействие как организациям города, так и внутри университета по наведению порядка. В Витебской области в каждом городе есть свои побратимы и мы поработаем над этим вопросом. Естественно, соберем больше молодежи и показать нашу Беларусь, рассказать о городах Древнем Полоцке, Молодом Новополоцке, Славном Витебске, областном центре. Это, наверное, есть очень хороший шанс и мы его не должны упустить. Форумы регионов в Древнем Полоцке – большая стройка. Идет реконструкция корпуса, который отойдет к университету. Обновят исторические здания, памятники, центральную площадь, дороги. Скоро в области ждут российскую делегацию. Гости познакомятся с выбранными площадками и инфраструктурой. Форум регионов Беларуси и России – Витебск, Полоцк и Новополоцк – примут в конце июня. Обновление ФАПов и модернизация более крупных медучреждений. Работа по совершенствованию качества обслуживания продолжается по всей стране. Обновленное фактически заново переоборудованное отделение и там, где пациентов в десятки тысяч, и там, где всего несколько сотен человек. Олег Шапель о социально важном. Сердечный ритм, стабильный, дыхание в норме. Обновленное отделение реанимации Витебской городской больницы приняло первых пациентов. В помощь высокие технологии. Пока состояние человека придет в норму, за него машины дышат и качают кровь. После реконструкции площади реанимационного отделения выросли вдвое. Службу с четвертого этажа перенесли на более удобный второй. Добавился отдельный зал для вновь поступивших. Под рукой у докторов и запасы крови и лаборатория. Важны даже, на первый взгляд, незначительные детали – расстояние между кроватями. Удобнее оптимизировать, располагать оборудование по отношению к пациентам. Потому что пациенты действительно у нас самые тяжелые. Пациенты, которым функции органов и систем не справляются. И без специализированного оборудования, без специализированных резервных медикаментов эти пациенты могут погибнуть. А у нас, благодаря оптимизации подхода, оптимизации работы, нам спасать жизни стало легче. За год через отделение проходит до тысячи человек. Здесь восстанавливаются послеплановых операций и экстренных случаев. Персоналу необходима особая выдержка и знания. У медсестры Валентины Кухто свыше 40 лет стажа. Она и помогает, и подсказывает, и продолжает учиться сама. Новое что-то поступает, нам заведующее отделение, конечно, разбираемся. Коль ты работаешь, то надо идти со временем в ногу, а не просто вот, просто пришел на работу. Кто за тебя будет делать. Новые условия создали и для персонала клиники. Кабинеты стали намного удобнее. За год эта больница принимает около 10 тысяч человек. Не успели сыграть одно новоселье, строители развернули активные работы дальше. Отделение реанимации – это только первый шаг. Следующим шагом у нас будет постепенное обновление эндоскопической службы и создание на базе первой городской клинической больницы эндоскопического центра. Этот центр будет не только для нужд нашего стационара, но по большому счету это будет центр коллективного пользования. Работа по улучшению качества обслуживания идет и в крупных клиниках, и медучреждениях на селе. После обновления в деревне Вишов. Амбулаторию называют не иначе, как больницей. Людей у меня полно. Электронный кардиограф, измеритель глазного давления и собственная лаборатория. Вот они, современные условия на селе. Тут не только давление посмотрят, но и обследование назначат. Скажут, какие анализы нужно сдавать. Все как в городе, только в мини-формате. К услугам терапевт, педиатр, стоматолог и даже дневной стационар. Вы о чем говорите? Это большое дело. Вы даже возьмите капельницы, погреться. Здесь же как дневной стационар. Пришел, полежал на кушетке, капельница прокапалась, посидел, отдохнул и пошел домой. Надо, чтобы и деревня процветала. И физиопроцедуры. Такое отношение, я говорю, это надо только просто позавидовать и областным больницам, и все. Потому что у нас здесь что-то, если более серьезное, отправляется на Могиле, на Белыночи. Но, однако, очень нравится нам и доктор, и обслуживающий персонал. Короче, все супер. На контроле врачи держат здоровье жителей сразу 24 деревень. А недавно получили новенький автомобиль. Так что с комфортом выезжают и на дом. Рецепты теперь по-современному выписывают электронные и истории болезней. Можно изучать онлайн. Все условия для медработников у нас созданы. Условия комфортные. Для работы у нас есть все. Также люди благодарны за то, что помощь можно оказать в шаховой доступности. За прошлый год все сельские медучреждения Могилевщины прошли модернизацию. На 14 миллионов рублей было закуплено новое оборудование. В помощь и профессорский состав ведущих клиник, которые участвуют в выездных приемах. Чтобы качественную медицинскую помощь люди получали даже в самых удаленных уголках страны. Успехами в обновлении медсферы может похвастаться и Витебщина. Все учреждения в области тоже модернизированы и оснащены. ФАПы региона приведены в порядок. Олег Шапель, Ирина Недобоев, Олег Горюнов, Владимир Недобоев. Наши новости. Звериная жестокость, на которую нет права от международного сообщества. Сразу три жертвы миграционной зачистки Евросоюза. Два иностранца скончались, один в больнице. Накануне в Верхнедвинском районе наши пограничники обнаружили погибшего иностранца. Второй остался жив. 32-летний сириец рассказал, что был задержан и жестко избит латвийскими силовиками. Сломали его телефон и вытеснили через пограничный забор без еды и воды. Иностранцы доставили в Верхнедвинскую больницу и оказали медпомощь. На день раньше в Каменецком районе, недалеко от границы с Польшей, обнаружили тело иностранца с паспортом гражданина Ирака. Погибший был раздет, а на теле гематомы и ссадины. С начала года миграционная политика ЕС на границе с Беларусью убила четверых беженцев. Продолжается и активная милитаризация наших соседей. Беларусь сохраняет оборонительную стратегию, но готова ответить. В вооруженных силах началась проверка боевой и мобилизационной готовности. Учения носят комплексный характер. Личный состав проведет тренировки и занятия, в том числе с боевой стрельбой в разных регионах страны. Из-за передвижения военной техники возможно временное ограничение движения по дорогам общественного пользования. В сложившихся обостренных условиях военно-политической обстановки в вооруженных силах уделяется большое внимание поддержанию высокого уровня боевой и мобилизационной готовности. Особенно это характерно настоящему этапу времени, когда вблизи наших границ проводят крупномасштабное учение многонациональных сил НАТО, как на территории всей Европы, так и вблизи наших границ. Это и учение «Драгун» с силами специальных операций на территории Польши, учение «Стойкий защитник», который объединяет в себе целый ряд учений и по масштабам привлекаемых сил и средств до 90 тысяч человек является одним из самых крупномасштабных. Как сообщили в Минобороны, в дальнейшем количество мероприятий, а также сил и средств для проверки увеличится. Им предстоит защищать и развивать Родину. Мы, граждане Беларуси, красивые акции, когда новое поколение получает свой первый документ уже 20 лет. Церемония ко дню Конституции. В этом году основному закону страны 30 лет. В Конституционный суд приехали 25 юношей и девушек со всех регионов, чтобы официально стать полноправными гражданами Беларуси. Я рад, что мне вручили паспорт в таком почетном месте, в торжественной обстановке. Для меня это, прежде всего, шаг по взрослую жизнь. Паспорт нам нужен, чтобы получить образование, получить медицинские слуги и быть настоящим белорусом. Я желаю юным гражданам нашей страны активно, настойчиво овладевать знаниями, проявлять любовь к Родине, чтобы в дальнейшем своей профессиональной деятельностью носить достойный уклад, укрепление и процветание своей Родины. Год 80-летия освобождения Беларуси. Паспорта получат еще 4 тысячи молодых. Ребят, важно, чтобы для них этот день был связан не только с этапом взросления, но и с ответственностью за себя и будущее страны. Роль молодежи в жизни современной Беларуси огромная. На Всебелорусском народном собрании будет 80 делегатов от БРСМ. Это значит, что молодежь скажет свое слово в принятии важных государственных решений. Как личное безграничное уважение Александра Лукашенко к женщинам влияет на государственные решения. Что делать с модой на child-free и именно с этим ли делать что-то нужно? И почему в нашем обществе при всей силе женской красоты, но запрос все же на профессионализм прекрасных дам? Об этом и не только смотрите сегодня в программе «Пропаганда» политического обозревателя ОНТ Игоря Туром. На минувшей неделе президент принял приглашение посетить женский форум. Говорили о разном, но приоритетно о роли прекрасной половины нашего общества. И о том, что должны и именно должны сделать для них мужчины. А это дать возможность реализоваться как мама и построить карьеру. Это сложно, но реально. Но говорил Александр Лукашенко не только об этом. Самые заметные слова главы государства, что всем нам придется жить и при другом президенте. Что это меняет? Почему высокого руководителя не нужно излишне оберегать и захваливать? И чего же хотят белорусские женщины? Пропаганда сразу после выпуска наших новостей. Достучаться до молодых сердец и рассказать понятным языком о величайшей трагедии – Великой Отечественной войне. Способ это сделать нашли в прокуратуре Гродненской области. Уже второй год реализует совместный проект со студентами Купаловского вуза. В расследовании уголовного дела о геноциде участвует и молодежь. Ребята разных курсов и специальностей помогают во всем – от изучения архивных документов до съемок фильмов. Сейчас готовятся к 22 марта – Дню памяти жертв Хатыни. И говорят о ее сестрах, таких же уничтоженных фашистами деревнях. Надежда Завиновская. Идеи молодых. В доме-то ком-то проживало столько-то, они погибли. В аудитории настоящий мозговой штурм. Все на равных. Вместе и студенты, и представители прокуратуры к обсуждению подключились даже декан факультета и профессиональный режиссер. Задача ответственная – подготовить митинг-реквием ко Дню памяти жертв Хатыни. Причем взглянуть на такое скорбное мероприятие взглядом понятным современной молодежи. Затронуть струны души тех, кто своими глазами войны не видел. Очень лестно, что нас позвали как организаторов, прислушались к каждой нашей идее, не оставили без внимания наши инициативы, и мы можем принять активное участие. Это будет очень эмоционально, это будет глубоко и тонко, чтобы они прочувствовали эту историю, чтобы они поняли, насколько это ценно для нас и какая это память для всего белорусского народа. Мой прадед был партизаном, и для меня очень гордо это звание. Сегодня мы предложили очень много идей, которые затрагивают именно эмоциональный аспект, чтобы молодежь могла проникнуться действительно этим днем, чтобы все знали о том, что мы помним, что есть такой день, о том, что мы знаем. Знают, проведут его в Шауличах под Волковыском. Деревня – младшая сестра Хатыни. Летом 43-го фашисты сожгли ее дотла. Все 77 домов. Расстреляли и 366 жителей, в том числе детей. Расскажут о трагедии от первого лица в театрализованной форме. Подготовку студентам доверили впервые. Специалисты уверены – молодежь не подведет. А такой способ рассказать о Великой Отечественной – через полное погружение и вовлечение в процесс – самый верный путь к сохранению памяти. В рамках этого мероприятия молодые прокурорские работники дадут клятву на верность служения Родине. Начнется этот день с автомобильного пробега по памятным и торжественным почетным местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны. Прокуратура максимально привлекает к этому мероприятию учащуюся молодежь, студентов Купаловского университета, учащихся правового класса, юный прокурор. И это мероприятие – лишь часть большого совместного проекта прокуратуры области и Купаловского вуза. Его реализуют второй год. Первыми в стране привлекли студентов к расследованию уголовного дела о геноциде. Теперь лингвисты разных курсов помогают переводить с немецкого архивные документы, юристы их обрабатывают, журналисты общаются со свидетелями событий, историки участвуют в раскопках. Идей еще много. Студенческий медиа-центр нашего университета уже начал разработку сценария фильма о коллаборантах. Мы завершили подготовку коллективной монографии, в которой имеются студенческие наработки исследования по шталагам Гродненской области, то есть по лагерям военнопленных. И будем презентовать монографию в апреле. Готовят совместные выставки, конкурсы, в том числе для школьников. Будут делать больше. Проект набирает обороты. Как и само расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. За три года только в Гродненской области выявили факты уничтожения еще 86 деревень. Установлены 16 ранее неизвестных мест захоронения. 38 мест принудительного содержания. И эти цифры растут. Помощь каждого, а тем более молодого поколения, в разгадке трагических тайн нашей истории бесценна. Надежда Завиновская, Александр Бажуков. Наши новости. Гродненская область. Историческая тема прозвучит и на международной книжной выставке-ярмарке. Минска готовится к открытию 31-го форума. Соберутся известные издатели, общественные и культурные деятели из 20 стран. Встречи с писателями и редакторами. Мастер-классы, викторины и диалоговые площадки. Программа насыщенная. На стендах широкий выбор литературы. От детских книг до громких новинок и любимой классики. Главная тема – год качества в Белоруссии и 80-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. География участников широкая. В этом году впервые присоединится Египет. А это открывает новые горизонты для сотрудничества. Наша выставка, она на европейском континенте считается одной из самых таких успешных, популярных. И наша страна в статистике европейской и Сангловской является одной из лидирующих стран по выпуску книг на одного человека. Это 2,15 книг на одного жителя страны. Это хороший показатель. Если в 2023 году книг было выпущено немного меньше, 19 небольших миллионов экземпляров, то тираж одного издания заметно вырос. Центральная экспозиция Ирана. Страна представит около полутысячи книг о своей культуре и истории. Выставка стартует в четверг и продлится 4 дня. Красивая народная традиция. Сегодня началась масленичная неделя. Символизирует прощание зимой и встречу весны. Первые три дня праздника называют узкой масленицей. В этот период можно заниматься хозяйством. В четверг настанет пора широкой, время больших гуляний. Главное обычай понедельника – выпекание первого блина. По древней традиции его не ели, а давали неимущим. А уже завтра можно начинать зазывать масленицу. Повышенное внимание к символу солнца не случайно. Есть поверье. Чем больше золотистых съешь в эти дни, тем богаче год проживешь. Это весна, это пробуждение, это радость. Мы рады весне. Мы ждем ее с удовольствием. Поэтому вот и блины как раз символ этого солнца, этой радости. Это солнышко, это желтый цвет. И стараются домой прийти и точно напить блинов с мамой. Правильно, ребята? Правда? Да. Это один из самых радостных и веселых славянских праздников. Считается, что он берет начало от языческого ритуала в честь бога плодородия. По традиции на масленицу принято сжигать чучело. В Гомеле трехметровую бабу шьют мастера народного творчества. 35 метров разноцветные ткани. Затем набьют с напами соломы. Расшивать тоже будут вручную. Наша кукла масленица будет большая, красивая, яркая. И будет гореть на празднике ярким пламенем. Масленица, которую начинают отмечать за 56 дней до Пасхи, совпадает с православной сырной седмицей. Основные гуляния и кульминация праздника в последний день недели. В православии его называют прощенным воскресеньем. А уже сразу после масленицы у верующих начнется Великий пост. О погоде на ближайшие дни узнаем у Дмитрия Рябова. Дмитрий, добрый вечер. Добрейшего. Минувшие выходные прошли под знаком противостояния зимнего мороза и весеннего тепла. Холодных ощущений добавлял северный ветер. Начало недели будет холодным, но спокойным. А вот во второй половине северное вторжение сменится значительно более теплым южным процессом. Температура устремится вверх. И придет долгожданное потепление. Завтра погоду будет определять область высокого атмосферного давления. Лишь по юго-западной половине страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, куда и станут поступать разрозненные дождевые облака. Итак, во вторник. Облачно с прояснениями. Ночью по Брестской области. Утром и днем по юго-западной половине страны небольшой дождь. Возможен мокрый снег. На остальной территории осадки маловероятны. Ветер юго-восточный умеренный. Атмосферное давление будет слабо падать. Утром от плюс двух по юго-западу до минус шести по востоку. Из-за повышенной влажности и ветра будет казаться, что на улице немного холоднее. Днем столбики термометров на отметках от трех тепла. В северо-восточных районах до плюс шести по юго-западу. К вечеру в диапазоне от минус одного в Витебске до плюс пяти в Бресте. В среду сохранится влияние атмосферного фронта, теряющего свою активность. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части страны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночь и утром слабый туман. По восточной половине слабый гололед, но дорога гололедится. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Ночью порывистый. Температура ночью минус четыре плюс три. Максимально днем от плюс одного по северо-востоку до семи по западу. С четверга с ростом атмосферного давления осадки прекратятся, а температурный фон начнет постепенно повышаться. Днем воздух прогреется до плюс шести, одиннадцати. В пятницу еще на пару градусов теплее. У меня все. И не забывайте подписаться на наш телеграм-канал «Рябов ответит». И вы узнаете все о погоде и не только.